всем привет ни для кого не секрет что я огромная поклонница марки шанель особенно я огромная поклонница духов шанель номер 5 и конечно же вы видели у меня эти духи в моих покупках и причем неоднократно видели а потому что когда у меня заканчивается один флакон я сразу же покупаю следующий и я действительно очень люблю эти ду я уже давно планировала снять для вас видео конкретно о линейке шанель номер пять то есть не только об ароматах но и о каких-то средствах для ванны для тела так как я люблю эти духи то естественно я пробовала можно сказать практически всю линейку и сейчас вы у меня видите ее на заднем плане у меня не хватает буквально нескольких вещей это дезодоранта крем для душа у меня его нет потому что я не очень люблю крем и для душа я люблю обычные гели вот какой-нибудь такой вариант и но по-моему сейчас на данный момент пена для ванны не продается я еще я не купила хотела но не купила масло для тела шанель номер пять а потому что я не люблю масло хотя со временем я могу и захотеть все это приобрести очень даже может быть но несмотря на это практически вся линейка у меня собра начнем конечно же с моих любимых обожаемых духов шанель номер пять у меня еще этих духов не очень много использована все потому что я на лето покупала себе парфюмерную воду шанель tender которая вышла в этом году и практически все лето и начало осени я пропользовалась именно этой водой эту версию шанель номер пять я люблю больше всего и если вы только начинаете свое знакомство с пятеркой я советую начать и именно с духов я вам не советую ходить в магазин и пробовать ароматы парфюмированную воду или туалетную воду потому что это не одно и то же в шанель вся вот эта линейка и все вот эти вот средства созданы так чтобы они друг друга дополняли ароматы эти то есть это не будет один в один вот как духи только парфюмированная вода там допустим посильнее туалетная более слабая нет это будут немножко разные ароматы поэтому если вы хотите действительно попробовать вот эту легенду если вы хотите проникнуться этим ароматом я советую именно духи не пожалейте деньги купите себе маленький флакончик семь с половиной миллилитров только тогда вы поймете что это такое что это за аромат только тогда вы оцените все эти ноты и поймете что вот это вот легенда о том что боже мой это пахнет бабушкиным сундуком это абсолютно неверно в корне неверно я вам чуть позже объясню почему возможно такая вот легенда появилась что от шанель номер пять это какой-то старый запах который пахнет старьем это не про духи это не про эту версию я сама когда-то вот точно так же начинала много лет назад я решила взять себе флакончик духов сразу скажу что в магазинах даже если стоит тестера духов именно все равно туда в этот тестер наливают явно не оригинальные духи а что-то с похожим запахом потому что когда вы именно сами купите флакончик вы поймете что от всех тестеров он отличается много лет назад купив этот аромат я в него влюбилась влюбилась окончательно и бесповоротно я вам уже когда выпускала свое видео пару лет назад а то может быть и больше я вам рассказывала свою историю что когда я купила этот флакон и когда я услышала этот аромат я вспомнила что в моем детстве так пахла моя мама и для меня это такой аромат воспоминания детства связанные с мамой аромат поэтому вот я человек который хорошо ощущает все запахи у меня нос очень хорошо работает и я иногда слышу те запахи которые обычные люди не слышат и меня это саму периодически раздражает но так уж устроен устроено мое обоняние поэтому запахи я обычно запоминаю хорошо и вот этот запах я помню здесь создатели этих духов эрнест бо созданы они в 1921 году и несмотря на то что там какая-то европейская комиссия что-то запрещает какие-то ингредиенты шанель умудряются их обходить вот эти запреты умудряются как-то запрещенные вещества разобрать на молекулы убрать то что по мнению комиссии вызывает аллергию собрать заново в общем там целая история но шанель дом шанель старается сохранить вот этот аромат в первозданном виде сожалению я не могу сказать что это им действительно удается потому что по воспоминаниям моей мамы эти духи пахли пока не постираешь одежду час такой стойкостью аромат похвастаться не может она и в принципе из него убрали мускус натуральный поэтому я думаю что все-таки он поменялся пирамида у этого аромата начальные ноты это лимон нероли альдегиды бергамот и ланг и ланг ноты сердца роза корень ириса ирис ланды жасмин базовые ноты сандал амбра мускус пачули ваниль цвет ветивер дубовый мох я вам рассказывала что конкретно на себе я не могу сказать что я ощущаю абсолютно все ноты которые заявлены кстати в этих духах более 80 компонентов естественно то что я перечислила это а так скажем основные ноты вообще духи очень сложные аромат очень сложный чего я точно не слышу в этих духах это ландыша аромат относится к альдегид на цветочным что такое альдегиды в ароматах альдегиды это искусственно созданные вещества это точнее сказать это группа веществ которые пахнут в общем то по-разному в данном случае добавлен альдегид 2 метил ундоканаль этот альдегид он с примесью таких вот облаговоний и вот такой вот интересные как некоторые говорят немножко запах ретро и старины вот скорее всего вот эти вот альдегиды вот этот альдегид и придает мне например вот этот налет ретро очень нравится я заметила когда ношу на себе этот аромат что лучше всего он раскрывается во влажную теплую погоду вот тогда он играет вообще всеми своими нотками он так знаете красиво постепенно раскрывается и я в восторге я хожу я просто сама вот от себя его слышу и вот эти вот нотки нежные и тогда вот в эту погоду мне начинают спрашивать что это у меня такое за всю историю существования аромата кто его только не рекламировал какие звезды только не рекламировали естественно все вы знаете что марлин монро очень любила этот аромат и даже в 52 году журналу life в интервью она сказала когда у нее спросили что вы надеваете на ночь имелось ввиду конечно какую пижаму и вроде как мэрилин монро за стеснялась но я не думаю чтобы она этого стеснялась она сказала что лишь немножко шанель номер пять в разных вариантах перевода разная версия пара капель шанель номер пять немножко шанель номер пять ну смысл я думаю вы понимаете это была бешеная реклама аромата буквально в течение нескольких дней в америке со всех полок был были сметены эти духи их бросились покупать поклонники марлин монро и в 2013 году марлин снова появилась на экране в рекламе этих духов как я уже сказала я от этого аромата восторге я с ним я думаю что я с ним уже не расстанусь потому что знаете столько лет его любить это уже будут воспоминания молодости так скажем буду я старенькой буду я вспоминать как я постоянно покупала эти флакончики снимала для вас видео хотя может я и старенькой будут снимать для вас видео и показывать я еще один флакончик купила посмотрим следующая версия аромата которая у меня есть это туалетная вода я покупала 50 миллилитров чтобы было удобно и сумочку с собой взять я покупала первый раз до этого у меня были миниатюрки как я вам уже говорила что все-таки пробники миниатюрки это и тестеры все это не совсем то и следующий раз когда я буду приобретать а я туалетную воду обязательно повторю я естественно приобрету уже 100 миллилитров эта версия аромата создана в том же 1921 году и если кому-то интересно поклонники мэрилин монро я для вас буду вставлять фотографии и ее личных духов которые остались после ее смерти ходят по частным коллекциям естественно оставлю фотографию вот этого флакончика который был у нее то же самое по коллекциям по частным ходит у меня есть фотографии для поклонниц актрисы имейте ввиду что у нее эта версия аромата была эта версия аромата считается более теплой и живой я не могу с этим согласиться что она прямо более теплая более живая возможно она такая более облегченная версия духов и какая особенность в этом аромате есть что поначалу когда вы наносите начинает немножечко как будто щипать нос вот это все отмечают и это действительно так кажется на 1 в первый момент что это как будто рисковатый запах на самом деле это все выветривается и остается очень нежный и очень приятный а здесь начальных нотах это альдегиды и ланг и ланг на роли бергамот а возможно вот это вот сочетание альдегидов и ланг и ланга вот в начале и дает вот это вот ощущение что какое-то пощипывание носа я нашла в интернете информацию что это очень стойкая версия очень долго держится на мне она средняя такая не знаю почему-то на мне прям весь день и хотя то что я говорю про стойкость это так скажем в основном он так держится я говорю не знаю бывает то ли погода такая а то ли еще чего-то зависит ароматы держатся на теле гораздо дольше если вам духи кажутся немножко тяжеловатыми для дня мне они такими не кажутся то вот эта версия вам подойдет потому что она гораздо легче хотя я и духи не считаю тяжелыми не надо полуфлакона на себя выливать и никто задыхаться вокруг вас не будет что у духов что у этой туалетной воды есть шлейф очень красивый если у духов это такой шлейф так сказать в интимной вашей зоне находится то есть где-то вот вот рядом с вами то этот шлейф он скажем так немножко побольше то есть вы проходите за маме остается вот этот аромат люблю эту версию я ее таскала с собой дома с утра на душу с духами а уже обновляла в течение дня я именно туалетной водой пера версии шанель номер пять парфюмированной или парфюмерной воде это это название абсолютно верные этот аромат эта версия аромата была создана уже гораздо позже в 1986 году создатель ее уже конечно не эрнест бо а жак польш и вот эта версия на мой взгляд очень сильно отличается в принципе и от духов и от туалетной воды ну как всегда создатель другой и каждый человек слышит по-разному каждый человек воспринимает даже один и тот же аромат по-разному и соответственно интерпретация будет разная вот эта версия у меня появилась недавно я вам показывал один свой подарок на день рождения это так скажем еще одна часть подарка моего на день рождения вот это и крем который я вам дальше покажу и вот я вам начали говорила что я примерно понимаю почему многие считают что шанель номер пять пахнут бабушкиным сундуком потому что подойдя к тестерам и понюхав именно вот эту версию складывается такое ощущение насколько я уже люблю вот этот аромат насколько я от него в восторге в любом его виде но даже для меня вот это парфюмерная вода кажется достаточно тяжелым запахом когда я ею душусь я не наношу ее прямо на себя потому что люди вокруг да не только люди вокруг я и сама начинают нее задыхаться и насколько бы она мне не нравилось насколько бы имеет аромат не нравился но это эта версия и я не могу сказать что я ее прям вот каждый день использую скорее вот иногда вот со дня покупки со дня подарка чтобы ею надушиться я обрызгаю сначала вверх и потом уже захожу в это облако только так я могу носить его иначе иначе запах получается просто убойный и именно вот этот вариант пожалуй я соглашусь что пахнет бабушкиным сундуком действительно здесь какие-то ноты такие резкие и сильные есть как вот знаете многие бы сказали нафталиновые прошу прощения у всех поклонниц этого аромата но это мое личное мнение тяжелый запах короче говоря эта версия с которой я не рекомендую вам начинать знакомство с этим ароматом потому что можете разочароваться попробуйте сначала духи туалетную воду и только потом к ней переходите здесь начальные ноты бергамот на роли альдегиды персик элан-кэлан ноты сердца роза жасмин и рис ландыш ноты базы почули ветивер сандал дубовый мох вани и вроде бы как все одинаковое только вот появляется вот этот персик которого я вообще не слышу я не знаю в каком в каком месте здесь этот персик находится его маскируют вот эти все какие-то резкие ноты и персика я абсолютно не слышу в общем вот такое неоднозначное мнение у меня о парфюмированной воде следующая версия это спрей вуаль для волос вот таком варианте я когда себе что-то покупала уже я уже не вспомню точно и шанель решила все-таки что мне нужно приобрести чтобы допустим на лето этим спреем пользоваться приятный запах похож на шанель номер пять ну понятно же это из этой линейки абсолютно не стойкий очень быстро выветривается и особого смысла я вот этой дымки для волос абсолютно не вижу я конечно почти до конца использовала но не могу сказать что я полюбила и еще стану повторять скорее я просто попробовала еще один вариант и все поэтому если вы поклонница как и я шанель номер пять ну конечно приобретите попробуйте как дополнение ко всей линейке если вы не являетесь большой поклонницей в качестве просто аромата на лето допустим нет нет это не тот вариант приобретите туалетную воду потому что вам придется постоянно это все обновлять раньше выпускалась еще одна версия аромата и по крайней мере по информации который мне удалось найти где-то восьмидесятые годы она еще существовала потом возможно ее сняли с производства это одеколон был одеколон версия легкая версия как я читала не стойкая к сожалению похоже с тех лет она и больше не выпускалась иначе бы я ее обязательно попробовала возможно на лето было бы очень хорошо вышла она тоже в двадцать первом году и для поклонников марилин монроу марилин монро она тоже была ну к сожалению сейчас не удастся ее попробовать идем дальше не так давно может быть с месяца три назад ну по моему летом я покупала я вам показывала что у меня есть лосьон для тела шанель номер пять я им сейчас пользуюсь он очень экономичный у меня еще не очень много ушло потому что я стараюсь сильно им не намазываться аромат очень нежный и очень приятный я вам говорила что в магазине я выбирала между вот этим лосьоном и кремом для тела одну руку я помогала как рекламе прямо лосьоном другую кремом и когда я приехала домой уже после прогулок я поняла что лосьон быстро выветрился а крем у меня еще пах но приобрела я в тот раз магазине именно лосьон осталась очень довольна потому что у этого лосьона очень нежная очень приятная текстура я его покупала просто как дополнение к аромату но он меня приятно удивил он очень здорово увлажняет кожу несмотря на то что это просто парфюмированный лосьон для тела шанель молодцы как всегда не подвели и сделали не только такую штучку баловство но и полезную вещь поэтому если задумаетесь о приобретении вполне можно брать будет и увлажнять кожу и будете вкусно пахнуть но недолго и как вам я уже говорила видео про покупку лосьона что я обязательно приобрету себе крем я его приобрела баночка такая очень увесистая но несмотря на то что банка достаточно большая здесь всего 145 грамм крема внутри видите как он сделан и уже от у этого крема аромат гораздо сильнее как он вкусно вот за что люблю вот эту линейку за то что у них в каждом продукте выделяются какие-то отдельные нотки аромата и вот в креме они такие замечательные они такие сильные я уже пробовала крем и он действительно очень долго держится на коже он немножечко ее подпитывает он увлажняет кожу раньше этот крем назывался вельветовым кремом сейчас насколько я знаю вельвет убрали до вельвет с упаковки убрали принципе именно эффект вот такого вельветового покрытия он все равно создает вот это на мой взгляд более удачное дополнение линейки потому что с этим кремом можно пахнуть вообще целый день я даже сама от себя аромат слышу раздеваешься допустим где-то я чувствую что это именно крем для тела пахнет вещь очень классная вот этот крем я буду повторять и неоднократно поэтому если выбираете между версии лосьон и крем лосьон версия полегче крем версия потяжелее но вот на мой вкус я бы приобрела себе еще раз именно крем мыло для тела у меня вот этот кусочек мыло он хранится как память потому что как-то муж принес мне что-то из покупок шанель и вот это был неожиданный его подарок и я так и сохранила этим кусочком не пользуюсь и для того чтобы пользоваться покупала себе отдельные кусочки мыло это была версия по моему какая-то лимитированная вот на такой хрустальной подставочки само мыльце мыло здесь очень много здесь 200 грамм кусок хватит надолго аромат после этого мыло невероятной ванная пахнет вся кроме ванна еще у меня и в квартиру этот запах выходит я от него в восторге я не могу сказать что это мыло как-то сушит кожу сильно вполне хорошо и комфортно переносится я говорю вот этот запах это что его хватает безумно надолго я им не только тело но я еще и активные мочалку свою намыливаю у меня все равно очень намного очень на большой срок его хватает мыльце очень рекомендую несмотря на то что стоит она дорого в принципе из-за того что он экономично используется вполне можно покупать и опять-таки в мыле выделяются какие-то свои нотки аромата отличные от всех остальных версий но запах такой достаточно интенсивный достаточно сильный ну и последняя версия какая у меня есть я вам ее показывала эта пудра для тела пудру для тела можно применять и после мытья просто напудрится но я например так не люблю потому что все равно идешь ложишься в постели как-то с пудрой идти туда совершенно не хочется у меня это до внешний вариант вот тут немножечко по истрепался вот сам спонж мне говорили что это спонж только для того чтобы закрывать и пудра не просыпалась на самом деле я с удовольствием использую его вот так вот для тела этот спонжик вот когда применяю пудру аромат ну в принципе на вот эту банную серию похож только менее сильный чем вот мыло для тела чем крем и лосьоны пудра сама по себе практически цвета не дает хотя когда ее высыпаешь на руку цвет вроде бы как у нее есть но потом это лишь так скажем эффект блюра эффект светоотражения и естественно поддерживает аромат дублю наношу не только на тело но и на лицо когда у меня открытое декольте я по всему декольте и получается такой легкий красивый отблеск и кожа становится более мягкая потому что мне кажется сюда добавлены какие-то увлажняющие компоненты стандартного внутри выглядит пудра рассыпушка надо аккуратненько потому что очень много можно вытряхнуть здесь дырочек достаточно много и как я уже сказала мне удобно именно этим спонжиком не какой-то кистью а именно этим спонжем на себя ее наносить эту версию я купила уже достаточно давно тоже наверно пару лет назад может чуть поменьше и я не знаю когда она у меня закончится это настолько экономичный продукт настолько он мало используется я имею дуни не потому что я мало его использую по количеству что хватит очень-очень на поэтому покупала я эту пудру так как баловство и дополнение линейки но осталась ей очень довольна и если она у меня когда-нибудь закончится то я куплю новую ну правильно здесь пудры 145 грамм когда же она закончится это неизвестно когда я вам показала все свои варианты имеющиеся у меня продуктов шанель номер 5 хочу еще добавить что что духи что парфюмерная вода что туалетная вода еще выходит в вариантах для сумочки то есть небольшие такие черные пульверизаторы куда вставляются маленькие флакончики можно кидать в сумочку и таким образом собой таскать чтобы не носить вот эти полноценные версии я сейчас задумалась над покупкой такого варианта для себя именно наверное духовку плю посмотрю либо духи либо туалетную воду в таком варианте флакончики там меняются сам вот этот пульверизатор остается я надеюсь вам понравился мой рассказ пишите приобретали ли вы себе духи планируете ли вы приобретать что вам из этой линейки больше всего нравится все свои комментарии оставляйте под видео я их с удовольствием прочитаю а у меня на этом все всем пока